На протяжении многих лет в процессе отсмотра кремлёвской пропаганды ты постоянно ловишь себя на мысли, что к настолько беспардонному лицемерию, лжи и цинизму просто невозможно привыкнуть. Хватит уже. Хватит. Мы заканчиваем эту войну. Мы сейчас этот грёбаный мир спасаем от реинкарнации нацизма. Россия не воюет против своих братьев-славян. Россия не воюет и не хочет смерти, убийства, чего-то ещё. Сейчас это вы на нас напали. Точка. Это Сталинград. Ведь ладно, люди воспевают убийц, грозят уничтожить всю планету или отдельно взятые страны. Россия готова использовать весь арсенал доступных средств для защиты национальных интересов. То есть это должны понимать все европейцы и американцы. И если для этой цели необходимо, чтобы мир в труху, значит так и будет. Но они ж при этом из себя ещё и праведников умудряются корчить. Судите сами, чего только стоит недавнее заявление Соловьёва, мол, Россия убивает от имени Бога. Вам пришла кара небесная. Господь выбрал нас орудием этой кары. Здесь ещё страшнее говорить о многоборчестве. И от такого типично российского подхода к информационной политике можно долго негодовать, закипать от злобы, и это нормально. Но смотрите, в чём история. В какой-то мере все эти озлобленные чмони с микрофонами, несмотря на все их угрозы и проклятия... Литвы, Латвия или Эстония, может быть, не может больше существовать на карте в течение примерно 7 минут начала военных действий. И обращаясь к этой прогнившей, подлой, забывшей свою историю, польской верхушке, вы чё, скоты, думаете, что до вас рано или поздно война не доберётся? По большому счёту играют на руку Украине. Ведь это в России слова давно ничего не значат. Пропагандисты уверены, что подобным образом они всего лишь бодрят уропатриотическую публику. Мол, сидит Ванька в плохом настроении, а тут ему бац, и пролив имени Сталина вместо Америки обещают. Принуждать к миру? Нужен этот самый западный мир во главе с Соединёнными Штатами. И в 21 веке сбудется мечта великого мыслителя, академика Сахарова. О проливах? Да. О проливах. И на территории Соединённых Штатов Америки будет пролив имени товарища Сталина. И щёчки уропатриот сразу розовеют, и уже не так обидно спать ложиться. Вопрос уничтожения Польши в случае любого большого конфликта, он вопрос чисто гигиенический. То есть нам придётся в этом случае реально, так сказать, знаешь, как тараканов выжигают, выжить всё, что есть на этой территории такого, что нам может потом через год, через пять, через десять мешать. Ну, повторюсь, если для этого будет как-то песня «Тепел Варшавы», значит, пусть «Тепел Варшавы». Это не мы начали. Большая европейская война, вот по-настоящему такая, с горящей не только Варшавой, но и Веной, но и Берлином. Безусловно, это закончится всё нашей победой. Но пока в России просто чешут языками, на Западе настолько токсичный контент воспринимается совсем иначе. Там принято считать, что государственные каналы отображают позицию власти. И вот когда каналы «Россия» или лица канала «Россия» предлагают бомбить Берлин и Париж... Приведём всё состояние боеготовности и, наконец, шарахнем по нацистской гадине, где бы она ни была, Парижа, Берлине, а в Лондоне так особенно. Или полностью уничтожить Англию? Предлагаю сразу Англию. У нас как раз хорошо размещается в Ленинграде, да и в Белоруссии. Есть замечательные самолёты, у которых есть замечательные кинжалы. Литосферное разъединение... Ну, конечно. Ну, вот сейчас же как? Ну, там как был банёж, и пошёл разлом. Я правильно понял. Да, да, да. В Шотландии будет свободно, а Англии? Англии – буль-буль. Даже самые лояльные по отношению к России европейцы начинают, если не менять свою позицию, то, по крайней мере, больше не решаются открыто поддерживать режим Путина. Вы можете убедиться в этом на примере парламента Италии, где и левые, и правые традиционно были друзьями Кремля. У России с Италией особые отношения, а лидеры двух стран выстроили доверительный диалог и ведут постоянную совместную работу в политической, экономической, научной и гуманитарной сферах. Но теперь Италия в лидерах по числу переданного Украине оружия. Равно как и Германия с Великобританией. Ведь местные жители, послушав в переводе вот такое... Мы два раза побеждали, и один раз войну закончили в Париже, второй раз в Берлине. Мы гигантская страна, у нас большой опыт. И мы всегда вас, европейцев, заломаем. Больше не испытывают иллюзий по отношению к России. Они не против увеличения помощи Украине, поскольку вполне резонно считают, что если Украина, не дай бог, проиграет, то война будет идти уже у них дома. Здесь уже нашла коса на камень, и надо сносить к чертовой матери все, что крутится и вертится вокруг Украины. И нам все равно, сколько уничтожать стран? 28 или 32? И в этом свете можно с уверенностью говорить, что СБУ должно выслать похвальную грамоту самым черноротым российским пропагандистам. А отдельным товарищам, вроде генерала Гурулева, можно помимо грамоты еще и водочки подарочные отправить. Мы все прекрасно понимаем, что рано или поздно дойдет очередь до Прибалтики. Три сумасшедшей страны с их нацистским режимом придется вразумлять, мягко скажем. Тут вы наверняка решите уточнить, а чем же такой особенный генерал Гурулев? Чем же он круче условного Соловьева? Или той же немытой хабалки Витязевой? Пусть нас лапотной Россией называет Вашингтон, мы сегодня запустили лапоть свыше пяти тонн. А ответ на этот вопрос на поверхности? Ну, во-первых, благодаря таким, прости господи, полководцам, как Гурулев, российская армия, несмотря на космические денежные вливания и пафосные речи по федеральным каналам... Сейчас мы должны иметь полностью боеготовую, боеспособную армию, способную выполнять задачи в любой точке, где нам прикажут. Системно воспитывала чмонь о неподготовленных воинов. И говорим мы это не потому, что нам так хочется. Нет, Гурулеву, если кто не знает, в свое время даже уголовное дело впаяли. А знаете за что? У-у-у, друзья, это прекрасно. Фишка в том, что солдатики великого уничтожителя НАТО или Украины... Не будет Украины. Ее просто не будет существовать. Это нам нужно... Да-да, закрыть проект Украины как таковой. Раз и навсегда. Все, была? Нет. Вместо подготовки к обучению занимались строительством дачи своему боссу. Почитайте вот, что писали на этот счет российские СМИ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о пособничестве в превышении должностных полномочий в отношении командующего 58-й армии Южного военного округа генерал-майора Андрея Гурулева. Гурулев помог начальнику штаба ЮВО Николаю Переслегину незаконно использовать солдат-срочников в качестве прислуги. И 24 февраля 22-го года Гурулевщина в российской армии Украине очень помогла. За что алка генералу респект и уважение. А вот за что еще Гурулеву стоит сказать спасибо, так это за позорнейшее балабольство. Ведь именно благодаря таким деятелям давно понятно, что слово российского генерала не стоит из старого бублика. Россия совершенно не нужна. Война с Украиной. И воевать с вами никто не собирается. И газ, который идет по северному потоку, у нас полностью устраивает. Вы сами радостно загнетесь в этой своей парадигме. Там, на тебя, на Украине. Слыхали? Не будет Россия в Украину вторгаться. Все это враги буржуев и фантастика. Все эти рассказы о том, что сейчас Россия нападет на Украину, ну это фантастика. Она же продвигается устами Зеленского от его советников, которые сидят от Госдепа Средина Штатов Америки. И он же не краснее все это говорил. А самое главное, в полной уверенности, что за это ему ничего не будет. И за годы безнаказанного балабольства алка генерал дошел до того, что принялся ровно так же трепать языком. Только теперь уже насчет ядерных ударов. Но если из британских островов в течение трех минут сделать марсианскую пустыню тактическим оперативным оружием, без задействования стратегического потенциала, ничего не ответит. И этого не надо бояться. Мы потихонечку по Украине и обыкновенным оружием разберемся, приберегая наше тактическое оперативное ядерное оружие для стран НАТО. Им это будет полезнее. В любой нормальной стране мира чиновник такого уровня будет тщательно подбирать каждое слово. В России же депутат Гурулев на эфирах ведет себя так, будто бы он с мужиками в гараже сидит, где после трех по сто можно и о ядерной войне поговорить. Ребята, плохо будете понимать, получите покупку ядерной дубины. И бояться этого не надо. Сегодня все расскажут, что вы знаете, ядерное оружие применяться не может, это сразу будет Армагеддон. Слушайте, друзья, а мы для чего его держим? Не надо сначала по Вашингтону, слишком далеко. Лондон рядом. Лондон рядом. А россияне доверчиво слушают все это. Много кто и радуется. Они, кажется, не понимают, что, не дай бог, что-то порадоваться исчезновению той же Великобритании они просто не успеют. Будет гореть Москва, погибнет большинство, если не все граждане России. Но Гурулевчина в эфирах таких сценариев, кажется, вообще не рассматривает. Спокойно можем применить ядерное оружие. Причем, я думаю, что по этому вопросу никто сильно заморачиваться не будет. Попробуй только дернись, называется. Не просто помощь оказывается, а с нами воюют НАТО силами этих хохлов бедных, которые там все демно уничтожают. Им все что угодно идет. Давайте мы спокойно поймем в логистическую центру, разберемся с тактическими ядерными оружиями. А потом в путинской России удивляются. Ах, какое же агрессивное НАТО. Опять увеличивает военные бюджеты. Да если бы хоть кто-то на Западе выдавал на публику тексты а-ля Медведев или Гурулев. Первое, с чего надо сделать, это смести Британию. Вообще просто тереть из лица земли. И в принципе, по сути, после этого все закончится. Закончится все, потому что главное вот это, гаденыш, это именно Британия. Вы бы там на запчасти порвались от негодования. Но опять-таки, если смотреть на всю эту историю с позиции Украины, то можно сказать одно. Ребятушки, не сдерживайте себя, ведь крики и угрозы пропагандистов... Рано или поздно будет применено ядерное оружие. Запад действительно выходит на прямое столкновение с Россией. Мы это заднее тоже точно не дадим. Несколько наших ракет и все, и все доминирование закончилось. Гореть должен Берлин! Гореть! Со временем конвертируются в оружие Украины. Причем даже от тех стран, которые до недавнего времени пытались усидеть на двух стульях. Видели, например, свежие фотографии с израильскими минами у сил обороны Украины. Израиль негласно передал украинской стороне несколько тысяч минометных 120-мм боеприпасов М-971. В России они вызвали страшную истерику, ведь Израиль ни о чем подобном официально не сообщал. Но если вспомнить заявление в отношении Израиля не только останкинских крикунов, но и умозаключение того же Лаврова... Сергей Лавров заявил, что у Гитлера была еврейская кровь и сказал, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В такого рода новостях нет ничего удивительного. Более того, Израиль может даже ничего не объяснять России насчет переданного Украине оружия. Ведь все же помнят классика. Вот и силы обороны тоже научились в военторге нужные ништяки покупать. Как говорится, хотели по гибридному, теперь выгребайте. Хотя о чем это мы? Что значит выгребайте? Ведь давно известно, что никаких поражений в эфирах федеральных каналов нет. Везде победы, хороводы. Зеленский каждые пять минут, цитата, по соплям получает. Он везде проигрывает по стенам, он пытался дернуться под кривым рогом, получил по соплям. Я извиняюсь по-простому. А что, правильно так и есть, по соплям и получил? Да. А потом вдруг оп, и оказывается, что Харьковская область из российского чатика вышла. Хотя людям же говорили, что она в России навсегда. А еще навсегда был Лиман, Херсон, Светогорский список этот можем продолжать еще долго. Ну же, кто там на этот раз навсегда скажет, а? Может лично Путин? Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда. И каждый раз холопы верили, а потом утирались. И это еще один аргумент, почему российская информационная политика на руку Украине. Ведь, помимо всего прочего, гурюлевщина в эфирах формирует у граждан России завышенные ожидания от так называемой СВО. Они слушают цельного генерала и верят, что ВКС легко оставит Украину без света и тепла зимой. Еще немножко, и мы эту электрификацию Украины проведем в полном объеме, чтобы на эту точку поставить и больше не мучиться. Страна станет в полупсе. Отсутствие электроэнергии, это отсутствие воды, отсутствие холодильников элементарных, отсутствие канализации. И город Киев через неделю после отсутствия электричества заплывет Бермия, извиняюсь за выражение, с явной угрозой эпидемии. Верят, что Чмони легко удержит Лиман. Лиман наш. Наш. И все эти панические визги о том, что мы его сдали, я просил бы прекратить. Сейчас идет бой. Бой идет серьезный. В ходе боя наши войны жестко отражают то наступление, которое идет. А также в то, что в весеннем контрнаступлении у Украины нет особых шансов. Я далек от мыслей, что наша разведка на сегодняшний день хлопает ушами и не понимает, где противник сосредоточил основные свои силы. На Запорожском направлении стоит моя родная 58-я армия Южного Айду. Ну уж давайте правду говорить. Контакт с ними есть. Я прекрасно понимаю о том, что эти ребята точно выдержат. Любое наступление, которое есть. Нам пора их встречать и пора уничтожать. Не ломая голову. Но потом проходит время. И случается все с точностью, да наоборот. Хотели ребятки уничтожить ТЭС, а в итоге добились поставок в Украину современных систем ПВО. А ведь его НАТО очень долго не хотело давать. Но все изменилось в один миг, когда и в Европе, и в США услышали гениальный план с волной беженцев из Украины. Нам надо сделать так, чтобы Украина вынуждена была бы отправить сейчас еще 10-15 миллионов беженцев в Европу. И пусть эта Европа решает эти проблемы. И удары по инфраструктуре, которые должны дезорганизовать жизнь всего украинского государства. И тот же Гурулев до сих пор лепит от маски. Но это уже что мертвому при парке. Ведь как ни крути, а рано или поздно между народными ожиданиями и горькой реальностью возникнет такая пропасть, что никакие отговорки уже не помогут. И вот тогда страну на букву «Р» может качнуть изнутри по-настоящему. Да так, что мама, не горюй. И не факт, что ОМОНа на всех хватит. Поэтому украдиверсанту Гурулеву мы желаем творческих успехов. Ведь чем безумнее российская пропаганда, тем ближе победа Украины. Редактор субтитров А.Семкин